Девушки отдыхают Девушки отдыхают И высокими дозировками препаратов Но на каждого успешного чемпиона Найдется несколько десятков искалеченных ребят Которые думали, что их организм Все выдержит Хотя даже чемпионы рвутся и ломаются Но осуждать их за это нельзя Это собственно их выбор Пусть делают как хотят Но моя же задача доносить до вас Правильную информацию И про спорт и здоровый образ жизни в целом И сегодня мы поговорим про ученика Сарычева Как всегда будем рассматривать Все в контексте именно здоровья Как известно ученик Сарычева Достаточно быстро прогрессирует И уже в 17 лет он приседал 400 кг В экипировке А сейчас в свои 20 Он приседает 400 кг в бинтах Сам при этом весит 150 кг И как видите процент жира там немалый Что самое интересное Он достаточно быстро набрал Этот самый лишний вес По сути набрал его за последние лет 5 Вот его фото в возрасте 15 лет Как видите обычный крепкий парень Без лишних килограмм Но видимо дальше у него появились Большие спортивные амбиции И он решил набирать лишние килограммы Чтобы поднимать больше И вероятнее всего сел на химию Именно тогда Я не знаю с какого возраста Герой нашего видео начал химичить Судя по кадрам которые я видел Это скорее всего было где-то в возрасте 16 лет Что довольно рано Сейчас же перед нами человек С третьей степенью ожирения И носить на себе в таком молодом возрасте Такой большой вес Это не особо полезно для здоровья Мягко говоря нагрузка на сердце просто колоссальная И не только из-за лишнего веса Но еще из-за приема химии И подъема больших весов Все дело в том что когда человек поднимает так много У него резко повышается давление Вы наверняка видели видосы Как у спортсменов силовиков Идет кровь из носа на предельных весах Это все как раз таки из-за повышенного давления Я не осуждаю их за ту деятельность Которую они ведут Просто говорю вам как есть Без фальши и иллюзий Что мол ничего не страшно Все нормально будет Не будет Тело не обмануть Работа на таких весах Плюс лишний вес с анаболиками Очень сильно изматывают организм Все это в будущем ведет к проблемам с сердцем Сосудами и травмам Не говоря уже про другие заболевания Которых огромное множество Хотя Сарычева и его команда Не считают такой образ жизни чем-то вредным Вот что Кирилл говорит про нашего сегодняшнего героя Вес сейчас он весит 150 Ну как у меня все Сначала такой юношеская такая залитость водой И потом где-то с 19-20 лет идет возмужание Такой более оформляешься То есть вы его не узнаете Думаю что уже там через года три просто совсем другой человек Юношеская залитость водой Остановите пожалуйста мой смех У парня ярко выраженное ожирение третьей степени Он говорит юношеская залитость водой Просто трэш конкретный Сарычев часто лукавит в своих видео И не сообщает прямо о многих вещах Для него это его подопечный Это просто проект для создания контента А парню потом со всем этим жить дальше Мог бы посоветовать ему заняться своим здоровьем Чтобы хотя бы продлить спортивное долголетие А то надолго организма не хватит в этом случае Смотри много наверное дебилов хейтеров тебе пишут Что вот тяжелый вес Нафига так здоровье ты гробишь И так далее Да да оказывается мы все просто дебилы Рассчитаем что он гробит здоровье Очень культурный и интеллектуальный оператор у Сарычева Наверное всем следует теперь хавать химию Набирать килограмм 60 лишнего веса И идти работать с огромными весами А то видимо мы не тем занимаемся Мы же просто дебилы которые всех хейтят Пишите в комментариях под видео То есть прощай суставы Прощай позвоночник И так далее Жаробас Жаробасина Что на это скажешь? Меня наоборот это мотивирует на самом деле У меня как бы хейт с 12 лет уже Как первые видосы пошли Там сколько я приседал? 180 Как вы можете слышать из его слов 12 лет приседал 180 килограмм То есть парень очень одаренный Но тут вопрос в другом Зачем так рано и такие веса? И куда смотрели его родители? Хотя как он сам пишет у себя в инсте Родители наоборот его поддерживали Именно отец смотивировал ходить в зал Вернее говоря Он начал ходить в зал вместе с ним Видим по фото Что для 47 лет у отца вполне нормальное тело Самое главное что нет лишнего веса Силовые тренировки позволяют держать мышцы в тонусе В исследованиях доказано Что выживаемость людей У которых на пару килограмм больше мышечной массы Она выше чем у тех У кого этой мышечной массы меньше Но тут тоже до определенного уровня все Например качки которые весят 130 Будут явно меньше жить Важен баланс Грубо говоря набор 5-10 килограмм мышц Еще никому не навредил Отец его вероятнее всего Тренируется именно для здоровья И выглядит моложе своего возраста Тут на первый взгляд Далеко не сразу можно понять Кто из них батя, а кто сын Лишний вес он как ни крути старит Как собственно и прием фармы Многие наверное скажут Автор, а ты балабол Говоришь, что здоровье гробит Он с 12 лет занимается И до сих пор не угробил И вам так скажу Было бы очень странным Если в 18 лет уже был бы инвалидом Но есть такая вещь Как запас прочности Как бы вы там не пытались Внушать себе, что все нормально Но с законами природы Спорить бессмысленно Работа на таких огромных весах Да еще и с учетом того Что рано начал поднимать железо Когда скелет еще формировался Все это однозначно ему аукнется Это может и в 25 лет случиться И в 30, и в 35 Большинство травм Они не возникают моментально За одну тренировку Травмы имеют накопительный эффект И часто формируются годами Ну а так вообще Мы просто дебилы и хейтеры Которые ничего не понимают Смотри, много наверное дебилов, хейтеров Тебе пишут, что вот тяжелый вес Нафига так здоровье ты гробишь? Да и вообще Это видимо нормально В 20 лет выглядит Как друг бате с работы Выглядит это все просто Как пропаганда Нездорового образа жизни Тех, кто говорят Что такое тело При всем прочем нездорово Называют дебилами Кстати, есть у Сарычева на канале видео Где он вместе с этим учеником Пошел к этому вот самому доктору Грекову Балаболу Который всех на химию садит Есть у меня отдельный ролик Про этого индивида на канале И да, это тот самый врач Который обиделся на разоблачение И накатал иск на врача Егорова Взыскает с Егорова Андрея Олеговича Моральный вред Причиненный Грекову Евгению Александровичу В размере, внимание Полтора миллиона российских рублей А еще этот сверхинтеллектуальный врачишка Написал вот такой вот комментарий Под моим видео С разоблачением на него Он поставил мне диагноз Вторичный гипогонадизм Мне, человеку с телом Нормальным И без ожирения Хотя О чем это я тут говорю Он диагноз поставил по моему голосу Я такого еще не видел А сам, наверное, здоровый мужичара Правда, тоже с ожирением И эстрадиоловой грудью Вот такие вот специалисты Сами выглядят как пивные алкаши Но другим затирают Про вторичный гипогонадизм Короче говоря С такими врачами парню Тем более ничего хорошего не светит Его тупо будут пичкать разной химией И врач будет на нем бабло рубить Я в жизни не поверю Что человек, написавший такое Может быть компетентным специалистом Тут даже банальная врачебная этика отсутствует Не говоря уже про постановку диагноза по голосу Такой врач вряд ли обеспокоен его здоровьем Это типичный распиаренный фуфлыжник Который никаким нормальным специалистом не является А Сарычев много раз пиарил его Именно как крутого специалиста Вот только этот специалист пропагандирует прием химии Причем всем без разбору И уровень его знаний находится просто за гранью фантастики Он придумал мракобесное осуждение Что ГСПГ должен быть равен возрасту Я перерыл кучу научных данных И нигде такого не было Да и другие специалисты этого не подтверждают Только у Балабола Грекова так А другие об этом не осведомлены Короче говоря напарни тупо делают контент Да еще и пропагандирует нам всем Нездоровый образ жизни Если хотите показывать сильных людей То не забывайте говорить про другую сторону медали А то получается как то однобоко Поднимаем много имеем лишний вес А про вред для здоровья не говорим А только дебилами называем тех Кто сам не хочет следовать по такому вот пути Вообще друзья тщательно фильтруйте контент Который вы потребляете Блогерам выгодно создавать грандиозное Шоу у себя на видео Показывать невероятные вещи Но часто за большие результаты в спорте Приходится платить И очень сильно И почему то об этом не говорят И мне это не понятно вообще Сам же Сарычев это прекрасно понимает И в ролике с Бадюком Когда тот говорил что к 35 годам У многих силовых атлетов случается инфаркт И инсульт Он ему поддакивал И у самого наверное куча знакомых Которые ушатали здоровье таким вот образом По его своей компетенции Помнишь достаточно большое количество Выдающихся спортсменов Пауэрлифтеров И бодибилдеров Я понимаю даже Где они Силовой экстрем Да где они эти ребята 40-45 инфаркт инсульт Инфаркт инсульт Инфаркт инсульт 50 лет инфаркт инсульт Даже раньше А на этом пока все Ставь этому ролику Свой тренд было на цитатный лайк И не забывай писать Что думаешь по поводу героя нашего видео Всем пока До новых встреч Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok